Всем привет, вы на канале Sky9, и сегодня мы продолжаем наши пиратские похождения в Kingdom Rush Wedgins. Проходим новое дополнение с пиратами. Сегодня у нас на очереди четвертая миссия под названием Бухта Черепокрушений. Я заметил, что у нас миссия будет с дымком, фиолетовые оттенки присутствуют, и по этому случаю подобрал определенные башни. Получается, у нас есть лучник теней, у него тоже тут какой-то фиолетовый дымок. Также злые сестры, там они какие-то зелья варят, опять-таки дым, то ли зеленый, то ли фиолетовый, непонятно. И ко всему этому еще прибавился гнилой лес. Тоже дымочек, не знаю, короче, я правильно подобрал это все или нет, но чисто подбирал по дыму. Ну и в первую очередь, наверное, еще основывался на башнях, которые мы еще не юзали. Также вот появился у нас испепеляющий камень. Короче, стрёмная какая-то компашка намечается, не знаю, опять-таки, что из этого получится. В прошлой серии я тоже самое говорил, но по итогу мы довольно легко справились. Но вот здесь я немножко не уверен. Короче, посмотрим. В любом случае, все это проходится. Я надеюсь, мы пройдем. Давайте приступим, мне прям не терпится. Прошлый уровень был прям великолепный. И карта классная, и враги прям охрененные. Ну и босс тоже порадовал. Нюх-нюх, в воздухе запахло смертью. Полагаю, этот остров наводнен потерянными душами пиратов. А, мне кажется, здесь призраки будут. Че такое я видел, по-моему, в трейлере. Моей армии не помешало бы пополнение. Покажите, что есть лучшая жизнь после смерти. В услужении мне. Муа-ха-ха-ха. Хе-хе-хе. Кстати, подождите. Я... Давайте мы все-таки испепеляющий камень оставим на последний уровень, а сейчас возьмем призраков. Я думаю, это подойдет лучше. Раз уж там призраки на этом уровне. Хотя, я не знаю, может быть у них иммунитет как магии будет. Блин. Ладно, попробуем. Надо все-таки пробовать. Так, смотрится прям добротно. А где, собственно, босс? Обычно нас встречал именно какой-то босс в центре карты. Ну, видимо, он потом появится. Не знаю. О, клад, кстати. Клад это хорошо. Баблишко заработали уже. Так, буканьеры и негодяи? Блин, а я думал, будут новые противники. Неужели все пойдут чисто те, которые уже были? Ну, это, конечно, не прикольно. Я надеюсь, хотя бы кто-то новый появится. Ну, должны призраки появиться, как минимум. Я пытаюсь найти что-нибудь еще прикольное на карте, но вроде бы больше ничего не вижу. Там вон ядра всякие, черепа, какие-то пустые бочки. Хотя, может быть, и не пустые, но и не важны, в принципе. Я думаю, это не имеет значения. Ну, окей, давай тогда расставляться. Где-то по центру вот здесь вот мы разместим гнилой лес, я думаю. Также было бы хорошо его поставить сюда. А я не помню, при прокачке у него радиус увеличивается, нет? Блин, непонятно. Если на третьем уровне ничего не меняется, то я думаю, вряд ли на четвертом что-то будет новое. В конце я, наверное, поставлю огров. И желательно на каждой стороне. Вот так вот куда-то. А куда они идут, кстати? По центру. Окей, блин, три стороны сразу защищать. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Как это все мы защитим-то? Блин, я не знаю, стоит ли вот так вот начинать, потому что мне кажется, чисто гнилой лес и огры это как-то маловато. Это не очень хорошая оборона для начала. Ну, давай ведьму еще. Блин, как же мало у них урона. Особенно у гнилого леса. Ё-моё. Что-то у меня как-то небольшие сомнения. Давай прокачаем все-таки сестер. Куда-то сюда переместим. Наши героини, давай поближе подходим. Люцерна. Ну и все, погнали. Пока не понимают, что будет происходить. Потому что противники те же самые, которые были уже. Люцерна справляется в соло. В бой вступает наш гнилой лес. Отлично. Люцерна прям не отпускает их. Держит своими призраками. Так, мне кажется, надо использовать удар. Иначе люцерна мы потеряем. Так, пока живем. Но желательно быстренько похилиться. О, как раз-таки там противники пойдут. Корсары. И опять-таки корсары. Чисто кучу корсаров. А нифига себе у нее радиус. Что-то я раньше не замечал, что она так далеко стреляет. Нормально. Блин, а корсары это вот эти, которые хилятся, да? Это неприятно. О, корсар на корсара. Ну-ка, наш победил. Ну, ему еще лес помогал, конечно. Но тем не менее. Так, теперь они наверх пошли, да? Надо качать, наверное, окров. И желательно открыть их дальнобойную атаку. И, причем, желательно это сделать на всех трех башнях. Чтобы они могли поддерживать соседей. Если, конечно, дотянутся. Ну, по идее, должны дотянуться. О, новые, новые. Воскресший головорез. Коварные ублюдки с огромной жаждой вскрывать нежные шеи. Становится быстрее в тумане. В каком тумане? А где туман? Туман за пределами карты. Сука, у них там хп. Хп, в принципе, не очень много. А в каком таком тумане он решил становиться сильнее? Я не понял. В туман вы попадете только если будете отступать. Ой, кстати, блин, корсар. Фух, его добили. Отлично. Ведьму пока рановато. Блин, давай удар используем. Это очень много пиратов. Надо потихоньку качать дальше лес. По 7 урона. Ну, блин, не знаю, как это... Так, снова головорезы. Здесь то же самое. И, конечно же, корсары, негодяи, булканьеры. Все наши любимые друзья. Так, волна четвертая. Пока что держимся неплохо. Даже, я бы сказал, легко. Это немножко настораживает. Потому что в прошлой миссии было то же самое. А потом там появился мегалодон и дал просраться. Ну-ка, ребята, давай-ка мы повернем вас назад. Блин, ну не всех же сразу. Кого-то надо было оставить. О, туман. А вот и туман, кстати. Кто насерил? Это чей туман? Ну-ка, признавайтесь. Блин, придется тратить удар. Потому что их слишком много. А огар у нас всего один. И на подмоге у него гоблин. Так, какая-то... Кто-то новый. Ммм... Давай по центру пока. О, еще новый. Вербовщина трупов. Ой, она, наверное, будет спамить, да? Призывать. Смерть это привилегия, которой большинство пиратов не удостоились. Таким еще надо отработать долг за бгрок. И кто-то должен за этим следить. Дальняя атака воскрешает павших пиратов. Ну, конечно. То есть, получается, воскрешаются именно обычные пираты. Если вдруг умер призрак, то призрака уже нельзя воскресить, по идее, да? Это было бы логично. Я надеюсь, так и есть. Ну-ка, Сим... Охренеть, сколько у него урона. Магического еще при том. Ты че такой жирный-то, а? Не, не жирный, точнее, но сильный, короче. Блин, добил тупо. Ёлки-палки. А че она воскресла? А я не помню такую способность. Подождите-ка. Это че такое? Че-то новое, как будто... Я забыл. Если бы такое было, то я забыл. Корни оглушают противников. Давай купим корни. Желательно это сделать еще сверху. Гнусный какаду. Еще новый противник. Блин, сейчас вот эти пираты сразу станут призраками, да? Ну, конечно. Ой, блин, а че так много-то призраков ваших? Ой, гнусный какаду, это оказывается дохлая птица. Ужасающие души умерших попугаев, ищущие место упокоения. Летает высокая броня. Броня еще имеется. Максимальная. Блин, нужны маги, получается. Давай купим склеп. А ведьма расстает туда? Нет? Ну, видимо, нет. Далековато слишком. Ладно. Справимся и без нее. Хотя, мы же можем увеличить ей радиус. Не в 4000. Наверное, надо это сделать. А че я прокачал? А, чуть-чуть увеличилось, да? Блин, а я не могу туда отправить ведьму. Че за фигня? Кучу какаду, и снизу, видимо, пираты. Ну-ка, давай переместим. Теперь мы можем это сделать. О, дымок появился. Я думаю, призраки сейчас выскочат. Надо прокачать. А наши призраки, кстати, тоже чем-то похожи на вот этих. Повешенный капитан. Нормально. Знаменитые капитаны древности, все еще носящие веревку, на которой их повесили как знак отличия. Мгновенно убивает, а в ближнем бою создает туман вокруг себя. Я не понял, че за мода пошла делать противников, которые убивают мгновенно. И нафига мне такие жирные тролли, если их убьют просто с одного удара? Это опять мини-босс. Охренеть. Какой он огромный. Хорош, пускай отсюда свой дым. Ну-ка, налови удар. Блин, навонял тут, елки-палки. Кто это потом убирать будет? Ты умрешь и все. А нам сидеть с этим дымом. Ну-ка, корсары в атаку. На капитана, ребята! Атакуйте его! Атакуйте его! Чисто корсары предателя. Так, ботсманы и капитан. А сверху... А, кучу вербовщин-трупов. Короче, сейчас чисто спам начнется. Я вас понял. А, блин, я забыл. Ботсманы это вот эти огромные с якорем. Или подожди. Да, ботсман. Я подумал, я перепутал с корсаром. Ой. Спасаем нашу люцерну. Ей хорошо досталось. Используем удар. Великолепнейший. Пытаемся спасти дальше. Ну-ка, натравим их на своих. Бейтесь сами. Это чё? А живший ботсман становится капитаном. Ну, воскресший ботсман. Охренеть, это нечестно. Это прям очень жёстко. Блин, нам нужен удар. Там очень много пиратов сейчас идёт. Ой, мы тоже навоняли, смотрите. Зелёный дымок появился. Ну, я подбирал башни специально по тематике. По тематике уровня. Вроде как получилось. Смотрите, навоняло. Прикольно. Блин, всё в дыму чисто. Так, там призрачный... Баркас? Это кто-то новый опять, что ли? Это лодка. Тот, кто ведёт души моряков в загробную жизнь, защищая их, пока те не достигнут своего последнего пристанища. Летает аура, увеличивающая магическое сопротивление союзников. А хп сколько у него? Ну, так, средненько. Ну-ка, давай удар. Наро, наверное, добавить лучников. Блин! У них защита от физических атак. Нужна магия хорошая. Неужели попускаем, да? Не, подожди, здесь никак нельзя. Надо магическую башню. Иначе вороны пройдут. Какаду вот эти. Сраные какаду, а то пролетят. Я бы не хотел. Так, корсары, ботсманы, буконьеры. Короче, все подряд. Все, кого мы знали. Так, люцерну надо отодвигать, иначе её убьют. А, и все наверх пошли, да? Блин, надо вот этих убирать, иначе они всех воскресят просто, и всё. И на этом всё закончится. Так, блин. Давай мы отправим, наверное, ботсмана назад. И надо, наверное, прокачать всех орков. Увеличить чем дальность и урон. Так, люцерну давай вниз. Блин, я не знаю, лучники нам нужны вообще, нет? Пока пускай побудет. Прокачиваем... Ограф. Блин, вот с этими что делать? Люцерна, помогай. Ой, корабли полетели. Так, у кораблей защита от магии. Точно, нет, лучник нам нужен. Лучник нам обязательно нужен. Обязательно. Так, используем удар. Птички, птички, я думаю, остановятся. Две магические башни помогут нам в этом. Ну-ка, поворачиваем. Кораблики, вперёд. Так, прокачиваем последних ограф. Блин, люцерна. У тебя магический урон, я знаю. Давай. Ну, добей. Ну, что такое, блин. Тупых хакаду пропустили. Ну, как так? Неужели двух башен недостаточно? Вы чё, ребята? Давай ещё привидений. А, кстати, давай мы, наверное, знаешь, что сделаем? Ведьму переместим наверх. У неё урон магический, и, в принципе, птицы вот эти, как аду, летают только сверху. Так, ну, ей нечего делать снизу пока что. Периодически пускай появляются деревья. А, подожди. Сокращает время восстановления умения на 5 секунд. А я думал, деревья будут появляться. Чё-то поменялось, что ли? Или я чё-то перепутал? Кучу негодяев, капитаны. Ну и все остальные. Ой, люцерна погибла. Ведьму надо всё-таки пока что вернуть. Я передумал. Пока проблемы у нас здесь, в центре. Так. Осталось буквально чуточку. Последний уровень. Давайте, ребята, поднажмите. Я вас верю. Докачиваем. Здесь тоже всё это купим. Я больше всего, наверное, сейчас боюсь вот этих вот попугаев. Потому что в основном только они пролетали. Это самые страшные противники. Давай, наверное, потратим удар. Надеюсь, он успеет восстановиться до момента, пока наступит последняя волна. Ну, хотя бы чуть-чуть. Было бы хорошо. Ну что, давай. Ох, это огромный корабль. Мёртвые никогда не пропускают живых. И заставят страдать тебя так же. Но ты живой. Или ты мёртвый. Сколько хп? Он ещё и заблокировал моё заклинание. А чё тогда хрена хп? Я не понял. А чё сразу не миллион? Блин, заблокировал теперь наёмников. Мочи корабль. Летучий голландец. Ты чё там творишь? И с мушек ещё стреляет, да? У него как будто ещё какой-то щит появляется. Блин, не слишком ли жирно, а? Чё так много хп у тебя? Да, блин. Знаю, чё заблокировать. Блин, я не знаю. А, хотя почти половину мы снесли. Давайте, поднажмите. Он уже почти у выхода. Блин, чувствую у нас проблемы. Давай, ребята, поднажм... Блин, ещё и герои просрали. Ну как так? Давай, ведьм. Надо срочно ведьм. У них дальняя атака есть. Они могут далеко летать. Блин, не долетает. Она не долетает туда. Люцерна, ты где? Люцерна. Давай, добивайте. Сколько осталось там? Пять тысяч. Можем успеть ещё. Есть шансы. Слышен, флик. Так, ты хочешь, чтобы ты manage that room? Давай. Давай. Осталось чуть-чуть. Буквально пару тысяч. Спам пошёл. Я не знаю, это заклинать действовать? Нет, но я... Ну, он остановился. Ну, это чисто он побомбил и всё. 400. 200. 100. Всё. Успели. Ух, прям в конце считай. Абсолютная власть развращает абсолютно. В загробной или следующей жизни я отомщу. Вы верно голодные? Хе-хе-хе. Чё такое? А, пришёл гоблин. Я сперва, короче, запутался. Пришёл гоблин, типа, вот эти капитаны, которых мы убили. Вон акула, смотрите, обезьяна, чёрная борода и бутылка. Короче, там не видно было, за мной от этого босса корабля осталась только бутылка. Типа, он... Чё сделал? Просто спросил, что вы голодный или нет, и сам жрёт говнёк. И его сзади ударили. Кто это? Эм... Сир? Мда? Я, эм... Боюсь, у меня плохие новости. Что они? Взяли его и выкинули, да? Они сбежали, смотри. Пришёл пятый капитан, и спас их всех. Вот и доверяй всё дело гоблину. Короче, их спас капитан пятый. Ну, слушайте, на тоненького. Прошли прям на тоненького. Мы почти всегда проходим на 18 хп. Буквально прям ещё чуть-чуть, и всё, могли просрать. И опять сраные попугаи. Остров сокровищ. Ну что, осталась последняя миссия. Блин, ну было круто. Мне прям понравилось. В конце босс, конечно, чуть не прошёл. Поначалу были сомнения из-за того, что пошли уже знакомые нам противники, но по сути это обычные пираты, и они здесь нужны были, чтобы их можно было превратить в призраков. Поэтому без них никуда. И, кстати, башни я всё-таки подобрал неплохо. За это можно влепить лайк. Не знаю, что мы будем подбирать к следующей серии. Надо будет подумать. Там, по сути, финал. Испепеляющий камень мы обязательно возьмём. Затем, что ещё можно взять? Ладно, я подумаю потом. А пока что. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то обязательно ставьте лайк. Пишите в комментариях, что думаете. С вами был Сканнен. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok